Вы упомянули, кстати, этот супербол, американский футбол. Я всегда удивлялся, почему так много людей смотрят. У нас в Европе более футбол, там есть хоккей. Но столько людей интересуется этим. И такой вопрос. Это они пытаются убежать от своей реальности и как-то отвлечься, расслабиться? Или это реальная реклама так воздействует и общество тебя давит, что если ты не с нами, то ты враг? И то, и второе, и третье. То, что я уже назначил, есть какие-то смыслы, да. Первое, это, скажем так, ну, с моей точки зрения, еще раз я не берусь судить, но страна Соединенные Штаты, заметьте, это же, там существует, до сих пор существует то, чего в мире, в принципе, нет. Весь мир переходит, ну, скажем, на меры веса, измерение длины, это километры, правильно? Практически весь мир. А в Америке это мили. Это футбол, это инчи. Дальше, градусы, это не Цельсия, а это Керенхайд. Дальше, значит, меры веса, это ульции, это паунды, да, ну и так далее. Английская система. То есть противопоставление, с одной стороны, к всему миру, правильно? Второй момент, это уникальность такая-то, своя. Почему везде, во всем мире футбол, обычный футбол, его называют в Америке саковым. Потому что футболом называют американский футбол. Он называется футбол. Когда человек говорит, в Америке футбол, нет такого, как русские жители, там, допустим, европейцы, футбол, гонять мяч. Нет. Это называется саку. Два различных слова. И вот так получилось так, что вот американцы, а почему? Ну, во-первых, это другая тема, но это страна людей, которые приехали со всего мира. То есть это просто, поэтому одно, скажем, слово, у нас в русском языке имеет одно определенное значение. Ну, может быть, есть там какое-то одно слово-синоним. А сегодня на штатах, может быть, четыре-пять слова, означающие абсолютно одно и то же. Как существительное, так и прилагательное, так и глаголы. Вот. Вот такая специфика, скажем. Сегодня на штатах такая.